Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Всем привет! Продолжаем наши рисовалки вечерние. Так, все, вопросы посыпались. Ну, давайте поотвечаем. Беседу Белой Чуваши ВКонтакте. Нет, спасибо, без меня. Нет времени на это. Мне тут скоро сдавать обложку диска. Поэтому вот, рисую, не покладая рук. Рисовал сегодня весь день. Подзаебал уже аудиокниги слушать. И решил с вами пообщаться. Выход через сувенирную лавку Бэнкси, да, смотрел еще, когда он вышел в 2010-м, по-моему. Нормально, мне понравилось. Человек в высоком замке нет, еще не смотрел. У меня вот только террор вот сегодня только дочитал. Сейчас расквитаюсь. Ну, доберусь как-нибудь. Правда, что-то какие-то отзывы неутешительные о нем. Я вот думаю, может, лучше перечитать, чем смотреть. Ну, посмотреть надо тоже будет. Но многого уже заранее не жду. Здрасте, здрасте. Когда новый трек? Так. Ну, скажем так, не в августе. Начнется 8, сезон откроется. Там посмотрим. Вчера был как раз на студии. Записал новый куплет. Думаю, в сентябре. Хотел выложить в хистере, но потом подумал, не, не буду, наверное. Слышите уж сразу целиком лучше. А то я уже однажды обжегся с этим... с часом сов. Блядь, полгода спрашивали, когда трек выйдет. В треке «Метель» припев Максим исполняет. Нет, 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 в треке «Метель» припев исполняю я. Игры стримить. Да что-то я когда играю, у меня не хочется отвлекаться. Мне хочется отдыхать. Нужно что-то говорить. Отвечать на вопросы. Я когда играю, у меня нет желания. Играю, когда отдыхаю. Зов к Тулху нет, не играл. Настроение. Ну вот после террора настроение такое. Блядь, там все пронизано атмосферой. Холода, голода, каннибализма, блядь. Вот, поэтому настроение такое сумрачное. Слышал про Бэнкса, слышал много теорий. Ну, блядь. Пока это не доказано. Это все остается теорией. Можно выдвигать какие угодно. О Барнаульских процессах по 282 статье, да. Ну, а что я могу думать, блядь. Не знаю, по-моему, все адекватные думающие люди. В принципе, могут высказаться только однозначно. Вряд ли я вам что-то новое скажу. Вообще, по-хорошему советую выпиливаться из контакта. Просто. Пока не знаешь, какая картинка из ваших сохраненных завтра кого оскорбит. У избежания этого следует принять превентивные меры. Я уж сам давно все поупиливал из контакта и там не присутствую. Страницу, конечно, хотелось бы удалить, но удалить, блядь, не получится. Потому что все завязано на паблик. Но ничего нового я там постить не собираюсь. В детстве Сега была только у мажора. Единственного мажора со двора, которым мы ходили играть. Так, у меня была Дэнди. Даже не Дэнди, какой-то китайский клон Дэнди. Роковое число 23 с Джимом Керри, по-моему. Смотрел, но что-то очень давно. И, по-моему, что-то так не особо он мне запомнился. Лавкрафт или Кинг? Конечно, Лавкрафт. Я уже неоднократно высказывал свое презрение к основной массе книг Стивена Кинга. Советовал читать вместо него Баркера. Да, трек-маршрутка неотлично, мне ничего не прилетало. Да, там, в принципе, как бы сложно, чтобы что-то прилетело. Потому что там в треке ничего такого-то и нет. Прилетало тем, кто сделал на него клип с Гитлерами, Зигами и прочим. Сам трек-маршрутка, я не думаю, что можно особо там к чему-то придраться. Творчество Мэдисон. Ну, я знаю, кто такой Мэдисон, но никогда не увлекался. Так что, можно сказать, что не знаком. Так, браслетик стоит, не стонет. На кислотном доме не знаю. Знаю, что он будет продаваться на наших сольных концертах в Москве и Питере 22-23 сентября. Там привезу остатки тиража. Я не знаю, как будем мы и дальше возобновлять. Поэтому, если кому-то надо, можете в Москве и Питере купить. В других городах, к сожалению, увы и ах. Но пока нет. О, про Томаса Леготи. А, ну-ка, следовало ожидать. Такой ваш вопрос. Я сейчас как раз вот недавно купил в бумаге его единственный сборник, который издан на русском языке. Ну, пока еще не определился. Я его не дочил. Пока еще не определился, какой у меня любимый. Но Леготи красавчик вообще. Вот, кстати, достойный наследник Лавкрафта и ПО. Кто там про Кинга спрашивал. Лучше вот читайте Леготи. Хотя, опять же, тоже для любителей не для всех. Я думаю, многим и не понравится. Потому что там нет такой расчлененки, монстров и прочего. Как-то все более интеллектуально. Я сегодня неразговорчивый. Ну, вопросы такие. Тридцатую любовь Марины. По-моему, читал, кстати. Слушай, товарищ Шарон, кинь. Кинь этот. На участие в эфире заявку тебя добавлю. Попиздим хоть вместе. Расскажешь про свои альбомы. Любимая киновселенная. О, я особо не киноман. Так что хер его знает. Какие бывают? Назовите примеры, я выберу. Так сложно вспомнить. Почему не езжу за границу? Откуда вы знаете, что я не езжу? Пока не до этого. Скажем так, пока есть тут дела, тут требующие денег, которые я могу потратить на это. К эфиру по литературе нет, еще не готовился. Думал, ну так, есть у меня идейки. Но это, наверное, через неделю может. Но я заранее сообщу в соцсетях. Рождемный в бездне, смотрел, конечно. Я так ее начал смотреть без особого интереса, показалось очень детской, но мне проспойлерили, что там в конце начинается жесть. Я вот там серии 8 ждал, когда же она начнется, началась, не разочаровала. Второй сезон, можно сказать, жду. Покупать PS4 или дождаться пятой. Ты, товарищ Шарон, попробуй еще раз. Странно что у тебя. Так, про плойку не знаю, четвертую или пятую. сложный вопрос. Непонятно, когда там еще пятая выйдет. Что там будет, будет ли она там совместима. Зависит вообще от бабла. Если есть бабло, бери четвертую, не парься. Выйдет пятая, возьмешь пятую. Но я пятую не собираюсь брать, по крайней мере, ближайшие там, я думаю, на лет пять еще плойки четвертой хватит. Так, Detroit Become Human еще не играл, но поиграю. Пока играю в For Honor. Оттачиваю скилл владения холодным оружием. из Геоса нет, не читал. Почему Глуховского считаю графоманом, блядь, достаточно прочитать его метро, чтобы понять, что это, блядь, к литературе отношения имеет мало. Это какой-то ебучий фанфик, написанный хуевым языком вообще сомнительное. К счастью, в детстве рос на хорошей фантастике, качественной, после которой Глуховский, блядь, блядь, иначе как графоманом его не называть. Ну, реально дерьмовая фантастика. Так, что там про Ампир В? Да, Ампир В нет, блядь, я на 100%, на 99% верю, что будет дикое говно, потому что книга так себе состоит, она состоит практически полностью из разговоров, там, я не представляю, как можно ее снять ни из коверков. Она либо будет очень скучная, либо не будет иметь ничего общего с книгой. Я уже не раз говорил, что Пелевина, по моему мнению, вообще не стоит экранизировать. Сколько тебя не разряжают вопросы, типа будут ли треки? Да меня вообще ничего не раздражало, если бы меня раздражало, я бы не выходил в эфир. Треки пишутся по-разному, зависит от идеи. Некоторые идеи приходят формить картинок, как, например, «Зимняя сказка» или «Пятый ангел». Некоторые просто рождаются из фразы, как «Умерла эпоха». По-разному, я не могу сказать, нет такого алгоритма четкого. Что там с обратной стороны рисунка? Да, это моя старая работа, которая не сохранилась в нормальном качестве. Я ее восстанавливаю для буклета на диске. Кстати, по поводу диска, сегодня смотрел, осталось 100 экземпляров. Допечатывать больше не будем, так что, если кому-то надо, то советую поторопиться. Ну, вот как раз я последние дни занят тем, что дорисовываю буклет, чтобы уже отдать все на печать, чтобы вы в срок все получили те, кто заказал. Фиты заразой будут. Generation P в виде экранизации. Ну, как, если ты книжку читал, забавно сходить посмотреть на картинке, как это все сняли. Но, если ты книжку не читал, это полная билиберда. Там, не знаю, процентов 10, наверное, от книги. Сейчас быка Ефремова читал в детстве, мне было, наверное, я не знаю, в классе пятом, наверное. Вообще, ни хера не помню. Помню, я помню обложку книжки. Вот, единственное, что помню. из нового sci-fi что посоветовать? Я как-то не смотрю особо, новый, не новый. Поэтому именно то, что там выходило прям в последние годы, я хрен знаю. Я даже не особо смотрю, когда книжка-то вышла. после цикер-бринов не хочешь тратить время? Ну да, я тоже по инерции уже читаю скорее. Особо ничего не жду. Почему все русские рэперы кичатся тем, что не слушают русский рэп? Что-то взял, что кичатся. Может, они просто говорят как есть. Я могу за себя сказать, что не слушаю русский рэп, но я бы не называл это именно тем, я кичусь этим. Говорю как есть. Не интересен просто русский рэп, русским рэперам. Какие экранизации книг считаю удачными? Тоже сходу сложно вспомнить, но вот сегодня далеко не ходить, сегодня как раз террор дослушал, вот сериал в принципе неплохой вышел. Книжка конечно лучше, но для попытки запихать 10 серий такую здоровенную книгу мне кажется нормально получилось у авторов. Самая провальная экранизация из последних это несомненно темная башня Кинга. Отвратительное дерьмо, не смог досмотреть даже. Last of Us 2 не то чтобы жду, прям бешено, но когда выйдет поиграю конечно. Мне нравится первая часть, недавно перепроходил. Несмотря на коридорный геймплей, все равно мне нравится. Вот Uncharted что-то мне не очень, а вот Last of Us нравится. откуда берешь название для альбома. Да, ну как-то в процессе написания приходит. Ну, про дом сквозняков и раскал вообще во сне увидел. Прометей, ну, Прометей это по сути такой переделка название известной книги Атланта расправил плечи парафраз. Так, да просто когда работаешь как бы летит, перелопачиваешь горы словесной руды в процессе чего-нибудь находится. Мгла? Ну, мглу я не читал, поэтому я не могу сказать насколько она там точно отражает дух книги, но в целом такого ужастика как бы хорошо. там из-за концовки как бы концовка. Если бы не концовка, если бы было бы хэппи-энд, было бы не так интересно. Вот, концовка запоминается хорошо. Почему вы раньше не гоняли совместный тур? Ну, не все сразу. Мы когда-то вообще концерты никуда не гоняли. Атлант расправил плечи черня мотивационно. Ну, да, я тоже не высокого мнения, но для ознакомления прочитал, не знаю, не особо пожалел. Атланту Гловера смотрел забавный такой легкий сериальчик. Очень много моментов таких про рэперскую жизнь, очень много моментов знакомые, узнаваемые, по крайней мере. Дом тысячи трупов. Я смотрел Дом тысячи трупов, но нет, там переклички нет. Все совпадения случайно. Идеал сериал смотрел. Это, по-моему, Шарона любимый сериал. Я сезон до пятого досмотрел, и там что-то заебал маразм скатываться со столом. Дьюс ворлд. По-моему, слышал, да, но что-то как-то мельком. Не могу ничего конкретно сказать. Просто кучу альбомов накачал, там многие послушал по разу, пока надо разслушивать. Были случаи, как куплет второго МЦ на вашем фите тебе не нравился? Ну, чтобы настолько не нравился, чтобы я отказался, наверное, нет. Я все-таки предлагаю фиты или соглашаясь на фиты с теми людьми, что творчество мне более-менее импонирует. Поэтому, наверное, нет. Последнее в кино. Давно в кино не гонял ни на что. Какое-то говно идет в кинотеатрах. Нет желания вообще. А, вот, последнее, что я ходил, это как он там, первому игроку приготовиться и последнему игроку приготовиться. Ну, такое детское киносо. Так, плотно. Ну, плотно в Ростов, самка. Как видишь, живем потихоньку. Так, элементарно частица Ульбека, чем засыпили. Служу сказать, чем запил футальная книга. Понравилась. Где лучше рифмы были раньше в стихах или сейчас в рэпчике. Судя по тому, какой сейчас рэпчик, всем похуй уже давно на рифмы. В стихах тоже это не главное. Хотя, как говорил Бродский по-высоцкому, Володе, не надо, все, я все понимаю, но не надо рифмовать, кричу, торчу. Дагестанцев рисуешь? Нет. Картинка как треку Великий Вождь. Творче таких художников дизайн нравится? Да много кто нравится. Сотни их, тысячи. Сейчас очень много и в России, и на Западе художников развелось. Все крутые, все чем-то удивляют. Обычно если мне нравится, просто в Инстаграме на него подписываюсь. Многих имен даже не знаю. Чисто по визуальному стилю. С Никоновым не знаком. Практикуюсь, ну вот как видишь, Фицпера Кинезиса не планировал. вот вчера как раз куплет для фита записал, но с кем пока не скажу. В сентябре думаю услышать. когда будешь свою картины продавать, да, у меня нет картин, которые можно продавать, я вообще не из этой сферы. Картины мои и так уже продаются, те картины, которые напечатаны на мерч, так что можно сказать давно их продают. Что тут этим бэнкси мне все, слишком много про бэнкси сегодня. Нормально, молодец, но не вызывает на какого-то дикого восторга. Скорее больше про идею, чем про исполнение. Почему меня хуево слышно в куплет смех пустот не знаю. Вопросы тем, кто сводил. Я сведением не занимаюсь своих куплетов. Тур с котетом по тем же городам будет, как и весной. Да пока тур будет в составе кислотного дома. Там уже посмотрим. на концерте будет полчаса свыше роман крутит. Но думаю будет пока зал заходит. Не стоять же в тишине. Так что думаю да покрутит обязательно. Вставик кислотного дома мало городов. Смотря с чем сравнивать. Сколько ты хотел бы. Сотню. В России не так много миллионников. там уж когда такая толпа едет. То есть там и траты большие и по организации много вопросов. Тем более что это все в первый раз делается. Поэтому не все сразу. было строчка который прям гордился на момент описания. нет. Вообще чувство гордости за строчкой мне что-то как-то не близко. Не горжусь о ничем. Есть строчки которые мне нравятся. чтоб прям гордился как-то. Не про меня. Дома реки уже нашли. Уже там пожили пописали биты уже все приехали. Привет в город Курган спасибо. В доме у реки никто уже не сидит. Уже все вернулись. Сколько часов программа в туре? Два часа будет примерно около двух часов. Так что мы с музоном? Десла или Баста? Я лучше уж Баста. Из двух зол. С эскизом для тату помочь нет не могу. Как в Ростове понятия не имею. Как в Ростове спрашиваю жителей Ростова. Могу сказать как в Чебоксарах. В Чебоксарах сегодня дожди. Команда подбухивает гримёрки до концерта. Нет не подбухивает. Я не пью Катет не пьет. Рип не пьет из солидарности с нами. Нет желания сменить битмаря. Нет нет мне комфортнее работать своим битмарем чем по интернету на пальцах объяснять что-то незнакомым людям. Сколько лет ты в Москве? в Москве жил ну что-то около трёх лет. Почти три года. чем я жалею в жизни на сегодняшний день ни о чём не жалею. ввиду бессмысленности этого занятия смысл предаваться каким-то сожалением. Вся цепочка событий которая случилась в моей жизни привела к данному моменту. В принципе кто знает если бы я что-то изменил может бы всё поменялось и в данный момент было бы хуже чем сейчас. Поэтому не жалею ни о чём да и вам не рекомендую. Что рисование значит глобальный вопрос. То занятие которое мне нравится. Что он для меня значит не ставил вопрос никогда так. Нравится занимаюсь не нравилось бы не занимался. Трэвиса ещё не слушал Асапа Рокки ну блин послабее чем у него первые релизы. газели газели кортез газели нет кортеза есть не сказать что удобные кроссовки релизы. Чем питаются одинокие рэперы в лучших ресторанах питаются конечно же. фуа фуа гра из фальские ржаные хлебцы джем из кунг куата основной рацион одиноких рэперов. коня не хотел уйти в монастырь и льстать отчеля нет никогда не хотел скажем так не испытываю желания щупать молоденьких смазливых послушников за разные места что исключает всякий смысл пребывания таких учреждениях для меня по крайней мере украину с туром составе кислотного дома приедем каждый раз одно и то же апрельс минска прежде украину в украину каждый раз отвечаю смотрите расписание туру кислотный дом сны нет что давно снов не снилось последний сон который запомнился о том как я пошел с какими-то чуваками в лес мы там набухались водки я в лесу заснул то есть как бы заснул во сне проснулся во сне с похмельем а потом еще раз проснулся без похмелья это последний зон запоминающийся который был сколько стоит разработал горя не занимаюсь больше таким бешеные деньги стоят профиты с хвойным уже отвечал сегодня обложками тоже не занимаюсь только вот землячкам рисуют по знакомству кого-то просто момент стало выгоднее рисовать самому себе чем кому-то поэтому я бросил заниматься заказ бешеные деньги как псы нет как как макс фит с ведуком под прямую бочку как только ведук даст мне шанс поверить в него и на семипалатинский полигон тоже привет держитесь как там еще функционирует взрывается еще знаю что ты задрот откуда ты это знаешь неверная информация любимая игра да много любимых игр ну пускай будь блатборн из последнего из последнего из лежачков таких особо него что не играл играю for honor релизы да не особо не жду ну как выйдет поиграю очевидный last of us 2 dying light 2 киберпанк чё там еще был то фоллаут короче все что мы и 3 там показывали модную часть из этого планирую поиграть как премьер будет люди на улице узнают не сказать вот сегодня продавец красным белым узнал спросил как почему не бывает концерт чебоксары все сто лет не видел а call of duty что думаю да и вообще вот такие шут шутанчики не особо люблю умер да и хрен с ним насрать последний с такого что играл то battlefield 1 там задротит надо я просто блин особо удовольствие не получаешь когда заходишь те сразу выносят то есть для того чтобы научиться играть там более-менее шутанчики надо неплохо времени этому уделить мне не хочется этому время уделять поэтому я больше по синглплееру нежели по онлайн свободное время все относительно какой-то стороны за посмотреть свободного времени до хрена другой стороны и вообще нет за решка шутками за водку про казахов привет казахам могу сказать за жизнь живую видел и общался только с двумя казахами не частые гости они в наших краях вдохновение вдохновение ищу в окружающей реальности данные нам в ощущениях про вдохновение могу байку задвинуть когда решалась на какой трек клип снимать выбрали трек моей мечты там была такая штука что 2 куплетом читал колореп варианта его не было заснять его поэтому пришлось писать второй куплет я помню что-то сидел 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 писала мечет как не выходил ничего я выключил свет думаю сейчас чем включу на сон грядущий заснул и поставил какую-то документалку я про рэпера включил и чё-то они меня так замотивировали я стал включил свет сел прям блять за полчаса второй куплет написал вот это к вопросу вдохновения к не знаешь где она тебя будет подстерегать почему не переименовал ник в инсте в хорус ну еще может переименую трубки не доходили меня не побухиваю научной литературой не особо интересует сразу что будет гуманитарным наукам типа истории почему проект распался потому что мы не поделили большие баснословные деньги там и распался чем хотел заниматься будь у тебя вся знушим я так есть все возможности я занимаюсь тем чем хочу если у меня было много-много денег я бы занимался тем же самым чем сейчас так что можете порадоваться за меня я вполне себе и счастливый человек сколько часов день можешь рисовать не знаю часов 8 потом уже пальцы начинает болеть привет вновь всем присоединившимся привет с балкана дашки привет на балкан надо же докуда мы добрались своими щупальцами прямо ща по твоему совету упилившись контакта ну хорошо сделал доброе дело значит не зря трансляцию проводил луперкаль ли хорус что тебе ближе конечно же луперкаль но проклятый капиталист заставляет меня ебашит под хорусом что живешь помимо концертов так я тебе и рассказал это сада это сай трейлса не слушал еще про обезьянку уже говорил но повторюсь еще раз рисую для буклета для того сиди который упускаем картинка к треку великий вождь еще раз повторюсь что осталось 100 экземпляров диска так что если кому-то надо советую поторопиться больше допечатывать не будем и вообще активный ведь не очень не очень хотел выпускать на дисках потому что думал что мало сегодня кому-то нужно ну поскольку первые 100 дисков разобрали там за сутки было приятно удивлен и решили что заморочиться если уж делаем диски то надо заморочиться с оформлением что привело к тому что я утяжу вместо того чтобы весело развлекаться с мулатками у океана сижу и рисую попутно отвечая на ваши умопомрачительные вопросы на диске да все диски будут с автографом как же иначе голос невероятно приятную тебе спасибо я таю открыт своим фанатам после концерта не мы прям чтобы затусить нет такого не было у нас обычно бывает так чтобы пусть концерта сразу там уезжаем следующий город но обычно я всегда стараюсь если время позволяет и клуб я выхожу обычно расписываюсь на жму ручки фоткаюсь отвечаю на вопросы принимаю ваши подарки и прочее и прочее прорываются прорываются и желание читать желание что-то там инструментальное выпустить обещать не буду вот это уже к нему но не исключено что еще услышите его есть мысли по поводу завершения карьера певца после этого рисовать до хрен знает не знаю у меня нет никакой карьеры я не смотрю на с такой точки зрения закончить можно в любой момент буду заниматься пока это доставляет но да как ты правильно отметил у меня всегда есть план б виде рисования также с голоду не помру если вдруг моя головокружительная карьера рэп певца завершится внезапно нет планах никого на версу звать больше не было вообще желания никакого нет я не слежу за этим батл рэп вообще как явление не интересен абсолютно уже два раза объяснил на чего рисую поэтому извините в третий раз чего у меня уж сил нет повторять да в обезьяны в носу косточка не соли лёха что тебе ближе не ближе вениамин конечно же байку про сандалии чё там травить то я не свидетель это надо у краснодарского рэпера пелси спрашивать его сандалии были сколько минут у меня будет сет в туре не знаю на так понимаю что час выступает и тела час все мы вместе взятые сколько там выйдет на каждого человека я не знаю музыки красить битмейкер мне нравится но поскольку я не слежу за русским рэпом я без понятия даже кто там из русских битмейкеров что делает много знал на альбоме нормальные биты были я правда не знаю кто их делал кто придумал мем про чувашских рэперов без понятия про новый альбом дипа шагот я даже не знаю про что ты говоришь считаешь ли пометер нет факел идеальным нет конечно идеал недостижим все такая карандаш нет карандаш карандаш менька соседом не был сколько нужно кэш чтоб прославится видимо много не знаю никогда не вливал эту кэш поэтому и не прославился спросил того кто прославился что за бодипозитивная модель которую ты лайкаешь твиттере не знаю ник найм напиши почему не выступаешь на разных фестах да как-то особо и не зовут следующий альбом микстепка планирую пустилов я в апреле не так давно выпустил один дайте время хочу куда куда уж гоняться когда хотя песен 5 запишу тогда скажу подбит скади трек еще будут не знаю из искать и подгонит битов то будет смех пустоте бит рифа старостого проекта общая ни с кем не общаюсь с шароном разве что к нью-скулу ну нью-скул он неоднородный он не ограничивается одними лилами поэтому зависит все с исполнителя есть полное говно есть то что мне нравится пока в турах есть успеваю города нет какие там города единственный там к приезжаешь думаешь о том чтобы урвать еще несколько часов сна перед концертом потому что потом опять сквозь сквозь пургу ехать в следующий город нет вообще там не недостопримечательность просведения в смех пустоте говорил уже сегодня не знаю что со сведением я им не занимался про монетку тоже каждый раз спрашиваете то нормально нормально забавные тексты это не та музыка которую это слушал бы но могу по крайней мере оценить текстовую часть мне не очень нравится ее голос у него был голос как у лан дель рей например я может даже слушал клуб но тем не менее все равно могу отметить что она молодец как относится к мирону в данный момент времени то есть вообще не дает никак наверно не отношусь лейбл букин машин мы давно покинули за его батловым там творчество я не слежу как и за батлами мне это не интересно поэтому я даже не знаю особо чем происходит слушать грот или получать мрот давать в рот нечто за трендом ну вот меня кстати по моему каждый альбом сразу влазь какие-то блять люди пришельцы 2013 года начинает меня упрекать то что я гоняюсь за трендами вот раньше то лучше было раньше то тяжкие телесные охлократия а сейчас что сплошная бездуховность и погоня за трендами так что не все согласятся с твоим мнением обложку сколько заказать очень много денег так много что не стоит даже обсуждать это тоже неоднократно говорил что чтобы соблазнить меня что-то вам нарисовать надо очень много денег потому что нет у меня нужды их работать на заказ с незнакомыми людьми так с парнями с которыми в тур поешь общаешься помимо рэп конечно общаясь это можно сказать можно сказать мы все друзья у нас такой дружеский коллектив конечно и общаемся про хаски уже тоже каждый раз отвечаю что у меня активно этого хаски сватаете каждый раз много раз отвечал если человек не нравится мое творчество я плачу ему взаимысь они на самом деле нормальный рэпер как на фоне сегодняшнего рэпа далеко не самый плохой персонаж но скажем так не особо мне близко такое направление не особо я интересуюсь как относишься как относишься все одно и то же ну что волкам ту реалити дела обстоят таким образом один нормальный оригинальный вопрос приходится с десяток какой цвет нравится всем нравится все цвета нравится всех люблю все цвета радуги да вопросы про батла были про мироном были про планшет были вопрос про планшет еще не отвечал чаще про дудя будут вопросы про это проверку уже были будут вопрос когда приедешь мой город морда килл и до слушал последний альбом ну так пора ему немножко от этой хоррор тематики отходить как писался трек про таблетки да как писался сказал я серьги от себя смотри мне на альбом на альбом готов куплет смотри послушать если понравится давай запрыгивать он послушал прислал дописал прислал свой вот принципе все учился учился я когда-то на ход графе ну соответственно преподавать для рисования черчения но не доучился бросил и пошел в армейку но не то что пошел меня призвали я бы не пошел пришлось показал своего маска посетил бы концерт саши скула ну поскольку скула регулярно наш посещая думаю да посетил бы теориями заговор нет не увлекаюсь вес я вообще ничего не планировал вес каким образом соседу что он нравится зарубежный хип-хоп так он советовал ему всякое началось по моему там у него все с кендрика свиминг-пул помню слушал ну и так параллельно там просил советовать ему что-то человек сам найти ничего не может при наличии интернет так что я невольно повлиял ядерная физика астрофизик никогда не интересовался счет точной науки не мое гуманитарий полнейший клип стиле мемент не знаю когда охуенный же все придет нам бесплатного снимет дохуя баб встречал который храпит вообще вообще не встречал к счастью зачем общаться с соседами считаю каким-то недалеким забавно это как это же так как энтомолог зачем энтомолог общается смотрит наблюдает за жуками вот тут примерно то же самое изучаю в социум на примере его яркого представителя по аниме поговорим когда будет эфир по книжкам фильмам игрушкам аниме вот тогда все и расскажу подготовлюсь выпишу себе все чтоб ничего не забыть сегодня вот уже упоминали рожденный в бездне а так из последнего код гиас все блин второй сезон досмотреть не могу нас смотреть альбом планируется когда-нибудь я в этом году уже альбом упускал не так давно сожалению треки у меня не клепается как на конвейере пять песен за вечер я не пишу поэтому будет когда-нибудь но треки фит и все будет любим персонажи за мы из-за ними никогда не рисовал зачем детстве может быть и рисовал бы ну если чушь аниме у нас не было единственное аниме которое помню из детства это мой сосед то таро корабль корабль призрак и сэйлор мун и чё-то не могу назвать мои любимые про галлограф блять сам два раза пересчитывал сам до конца не понял перечитаю еще раз тема и интересно произведение чтобы не сразу в него ведь даже бумаги купил чтобы перечитывать иногда совместный трек склок варн таймс зачем я вообще прохладно отношусь к фитам с не рэп исполнителями исключением рада что бронемир по-твоему бэм это лейбл понятия не имею когда мы были на нём он не был букина агентством то что у них там сейчас я не знаю генри миллер мало мало слишком читал у то это был тоже очень давно поэтому я пожалуй уйду от ответа так вообще конечно классика там все дела но у меня своего мнения не свое мнение не составлено как тату относишься до личный выбор каждого ничего прочь не имею убийца камы хорошо спасибо запишу пару треков которые у меня на репите что давно ничего не репитил почему такую парашку активы слушать кучу народа нормальную музыку нет ну так потому что вкладываются в большие деньги если бы у тимати не было денег ты о нем бы даже и не знал на западе но западе другая мистер и совсем там если ты делаешь хуйню то деньги не помогут потому что у всех и так есть деньги и талант скажем это то место где талант встречает деньги вот примеру тот же эминем там нищий из трейлерного парка встречает своего доктора др и они вместе сделают супер продукт в россии все немножечко не так почему уехал в киеву но я не уезжал я мелкий еще родители уехали по обстоятельствам определенным так бы мог бы сейчас киеве шизить майдане тут кимати встречает игора крит ну да большая часть публики всегда аморф на и сама не знаю что хочет в этот момент появляются всякие кимати и с помощью бабла и ротации как бы показывают что публика хочет именно этого ничего удивительного в этом нету так все работает в новом альбоме неожиданных фитов да я еще альбом писать не начинал неожиданные фиты хотите в русском рэпе так много эмси нормальных с им можно было бы писать неожиданный фит стойкое ощущение что я уже практически со всеми записал ну по крайней мере с теми кто мне импонирует более-менее для рождения праздник для рождения праздновал на концерте в ростове получился днюха в этом году у меня выпал на концерт простой но вообще насрать мне на день рождений на новый год единственный нормальный праздник это день космонавтики все остальное хуйня если дает пульс за широкий там да было дело даже когда получил пиздюлей от толпы за то что было рэпером в ненужное время в ненужном месте в ненужный час неурочный но думаю стандартная картина для всех провинциальных городов россии в девяностые опять проблем я не знаю что ты мне про этого бэкси спариваешь интересуюсь особо бэкси чуть и так важно знать мое мнение о бэкси я же не эксперт какой-то по нему что-то меняется после 30 ну я не знаю видимо у каждого индивидуально меня поменялось стал стал жить гораздо лучше чем до 30 поэтому к слышу когда кто-то ноет о том как в детстве было хорошо вот бы вернуться 18 лет я чего тут не хочу мне сейчас гораздо лучше живется чем тогда было бы круто посмотреть на ферзгой ну вот шаром слил сегодня чего-то ему там не позволяют технические проблему подконнектиться насчет других гостинду кроме шароны никто не желает все как все нелюдимые у нас никто не хочет мы двоем шароном только готовы на это не мордобой если под мордобоем ты имеешь ввиду кик с для кривой перевод названия ну комик забавный был фильмец первая часть ничего вторая чё-то уже так трэш скатилась в трэш полный завери подняли репни за какие коврички не пойдет велел сквад чё-то край мух послышал не впечатлили особо тела не будет с собой совместного мальбома начнем новому альбом а никакие альбомы не планируются оказавшись перед путиным чтоб ты ему сказал сказала бы присаживайся володя разговор у нас будет долгий диски нет диски не будут на концертах диски будут еще 100 копий осталось можете приобретать на сайте sound релиз опять рисуночки скучно что рисовать одному как не скучно могу и один порисовать но я думаю слушаю что-то делать отвечая на ваши вопросы чем просто пялиться в экран телефона удаление вк останавливает только музыка странно что кто-то еще музыку вконтакте слушает в 2018 году загружен фотографии так и не будет больше загруженных фотографий сегодня загружаешь фотография завтра выясняется что какого-нибудь долбоеба это блять оскорбило как-то блять наряд полиции уже стучится к тебе в дверь шутки шутками но хер знает действительно были какого долбоеба там чего скорбит на умный зачем все нужно присутствует соцсети где можно схлопотать административку или даже уголовку за контент на хер надо кто я там больше музыкант или художник я так ловчу ловкач ловчу по маленькой с мартином и днем трек ну мартин и днем ничего не делают мартин и днем нынче мартин алексеевич но пожелание твою передам пилею нагонь просто бог он геймер трудовая книжка никогда у меня никогда не был трудовых ника не работал последний раз в офисе работал ровно вот как раз в 10 лет назад с тех пор ушел на вольные хлеба чем ни разу в жизни не пожалел в трек если те на грусть ну и ладно если кто-то выпилился из того что послушал мои треки на чем могу сказать слабые внушаемые люди слушай позитивную музыку раз на тебя так влияет вообще страшно наверное жить блять будучи таким человеком про кого вождя ты говорил в треке ли бери я говорил не какой-то конкретной персоналии скорее о фигуре это применимо очень многим диктатором и тираном так что ну я по крайней мере так вы можете придумать свою интерпретацию может придумать сами про кого-то благо диктаторов и тиранов на земле хватает а риторика у них не то чтобы сильно отличается нету помнится контакте писал что вот и там трек ли бери написал про путина вот путин умрет и трек станет неактуальный я думаю что во первых трек не конкретно про путина вообще про диктаторов поэтому актуальность у их потерять ему еще очень долго не говорили подобные вожди на земельке наш еще очень долго не переведутся если переведутся когда-нибудь вообще так ну снова про диктатор давайте я не буду уподобляться рэперу я никсу объяснять вам сейчас для свои треки каждый понимает силу своего разумения багажа кругозора и т.д. и т.п. как меджи шоке абсолютно наплевать не качество не носил что делать после поступления вуз пытаться говорить выжить увиделись коса в русском корчеге монеточки своем корабле дураков да и не особо не сказать что прям дико похоже после вуза начнется ад про монеточку и текста сегодня уже отвечал так давайте сколько еще 48 давайте еще 12 минут и пойду я пожалуй поэтому задавайте вопрос который хотели задать или не задавайте больше никогда свалить из россии не хочешь конечно перманент появляется такое желание когда в минск заходите в группу мою или тело смотрите закрепленный пост прописание концертов тура кислотный дом там находите минск смотрите число и ликуйте какую страну посетил бы в первую очередь англию наверно люблю англию ну сука дорого ты сокола рэпом последний раз последнее что я слышал а около рэпе то что он бросил рэп что о каких фитах ты говоришь отношение к армии отрицательное по крайней мере к армии по призыву билет на концерт спб только электрон не знаю не знаю можно во встрече спросить админ должны все ответить концерт бы ничей не хотел сходить мне своих концертов хватает по поводу мерча в киеве не знаю если напечатаем и повезем то будет но пока не могу сказать определенно что у нас там смерчем философии по философии это не ко мне с вопросами я течу философ чё прокачат отвечать занялся кача лет так 7 назад 8 видел и слышал я могу про него тебе ответить зараза в жизнь так звучать совсем не будет почему так же звучит а может даже еще и лучше кровосток нет не зацепил текстом узлом текста нормальная но у меня вся эта тематика эстетика 90-х беспредельных менее интересных особо как рэп это я вообще не воспринимаю последний альбом так вообще не понравился то есть если раньше как-то я нормально воспринималась там читка шила такие беточки сейчас что-то они попытались как-то в ногу со временем помоднее сделать и что-то вообще не знаю не смог слушать сериал какой бы посоветовал ну тут топе у посмотрите конец детства я уж не буду из таких менее известных потому что есть там советовать всякие его все тяжкие до клана сопрано я думаю ты без меня знаете ну пускай будет конец конец детства и утопия азарк не смотрел знаком с битмарем кровостока но это когда было это был год 2002 наверно до приезжали они ну как знаком так шапочка бухали вместе пятый ангел нет мы исполнять не будем поскольку песня вообще не для выступления медитативный трек для плеера там слушайте скупую слезу щеки вытирать шила 47 лет да ладно что такой старый хуеть я думал че-то так не знаю могу ли себе представить возраст я себя как не заморачивался над этим посмотрим что будет неохота обещать за грядущее говорить имеет ли право нажить политический хип-хоп на просторах снг только качественно сделанный а такой увы пока что-то не предвидится лучше пускай не будет никакого чем будет хуевый почему мажа не револьвер хрен он знает так захотелось принципе это не как бы ни на что не влияет маузер у него будет револьвер мы же у маузера более революционный такой подтекст ваше слово товарищ маузер